МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...победную серию семи матчей. Причем столичные мастера оранжевого мяча свое превосходство над соперниками доказывали не только на домашнем паркете, но и в гостях. Буквально вчера под натиском муниципалов были вынуждены дважды признать свое поражение динамовцы Ставрополя. Стража Чебоксар переграли полицейскую команду со счетом 73-64 и 81 на 77. Добытые в боях с соперниками очки позволили муниципалам в турнире на таблице 2-го дивизиона перед новогодними каникулами подняться с пятой на вторую строчку. Поправив командный рейтинг, игроки не забыли и о индивидуальном табеле о рангах. В пятерке лучших игроков в лиге прочно закрепился Павел Жуканенко. Десятый номер ястреба в среднем за игру набирает 16,5 очков. Личный коэффициент полезности оценивается в почти 20 баллов. Это при том, что по игровому амплуа Павел защитник. Так что товарищам есть с кого брать пример. О планах на Новый год и Рождество нам рассказал главный тренер команды. Ну команда специально задачи справилась. Сейчас же перевыполнили ее, сейчас находится на втором месте. Настроение очень хорошее, праздничное настроение. Ребята уйдут на каникул 27-го числа. Уже с 3-го числа приступят к тренировкам, потому что у нас на 1-го 12-го числа игры. Соперник, который находится рядом с нами на турнирной таблице, это строитель Энгельс. И вслед за ним у нас приезжает лидер, который находится на первом месте, это БК Тамбов. А вот чебоксарским богатырям похвастаться особо нечем. В разгар сезона они попали в очковую засуху. Но если три предыдущих тура наша дружина уступила на выезде, то домашнее поражение от Челнов больно ударило по престижу муниципалов. После неудачной трех туровой выездной сессии столичных богатырей домашний матч против набережной Челнинских. Челнов болельщик ждал как маны небесные. Надеясь, что визит команды, обретающейся пока в нижней части турнирной таблицы, позволит хозяину льда прервать затянувшуюся череду поражений. К тому же к столь оптимистичному прогнозу располагал и календарь переносов. Гости к нам желтые приезжали после визита к саранским лисам. Однако все получилось с точностью наоборот. Получившие по шапке в Мордовии гости на лед Чебоксар-арена вышли с требованием сатисфакции. И взять ее им удалось. Что же касается нашей дружины, то у нее был недельный перерыв, чтобы прийти в себя и внести изменения в состав и игровые схемы. Команду дополнения пятерка хоккеистов, в которой вошли галкипер Игорь Тело, защитники Егор Карп, Владимир Филатов, нападающий Никита Сафронов, Виталий Дзиов. Однако заявиться и заиграть в команде – глаголы разные по сути. Что касается Сафронова и Дзиова, им нужно время немножко. Ребята после чемпионата у Никиты просто не пошла игра в Тагиле. Там от него другое совсем требовали. Он играл в основном в обороне. Два гола забил за 12 игр. Тут он немножко сейчас привыкает. Что касается Дзиова, он тоже без игровой практики был. Мы его взяли, мы знаем его потенциал. Ну а Игорь Тело – это такой же, как Максим Кукурудзе. Спокойный, уравновешенный. Он не копается в себе, не переживает. Объективные причины на то и объективные. Однако костяк команды сохранился. Так почему же ребята, которые еще месяц назад бились в кровь, пластаясь на льду домашней арены, ныне выглядели как новобранцы? Пытаясь в течение 120 минут чистого игрового времени пробить галкипера гостей в лоб с дистанции 5-7 метров. Где скорость атаки, которой так славилась команда на старте сезона, лихо выписывающая пируэти? Где в конце концов новоиспеченный капитан в Барнауле решением команды повязку Игорь Кукунько передал Захару Ащинскому? Вопрос не в бровь, а в глаз. Вот только ответов, пожалуй, что и у главного тренера пока нет. Тяжело комментировать, да, проигрыши. Ну и как бы они накопились у нас прилично. Это давит на команду. Себе ответственности не снимаю за эту серию проигрыша. Да, ситуация тяжелая. Но что интересно, болельщики относятся к этому с пониманием эпоха, находят себе силы на поддержку муниципальной команды. Ребята соберутся и покажут нам хорошую игру. Это просто очень интересно наблюдать и болеть за нашу команду. Я думаю, это время на трудности. Всегда бывают и черные полоса, и белые. За черные всегда идет белые. Я думаю, все наладится. Главное, как говорится, не сдаваться и бороться. И мы, как говорится, как болельщики, будем поддерживать самую команду. Насколько хватит кредита доверия, наверное, покажет уже следующий тур, который стартовал сегодня. В эти минуты наша команда сражается на домашнем льду против Нижнетагиевского юниор-спутника. Команды, которые еще в прошлом сезоне возглавлял нынешний тренер чебоксарских богатырей Сергей Нуржанов. Я не считаю, что нужно наказывать их за одну ошибку, за две. Им надо доверять, тогда они будут расти. Туда у них тоже двойная мотивация у ребят получается. Сегодня мы попридержали Саетова с Дубровиным, которые в том году на лидирующих позициях были. Я думаю, что мы их выпустим. Ну а для любителей жестких мер в решении вопроса приведем слова начальника управления спорта администрации города. В чем в Венине и находится команда. Поддерживать команду в период ее побед может любой. А вот поддерживать команду, когда она ищет свою игру и находится в некотором кризисе, который есть на сегодня, может только истинный болельщик. Вот хочется, чтобы таких болельщиков у нашего хоккейного клуба было больше. Восемь подряд поражений богатырей пока не ударило по месту муниципальной дружины в табеле о рангах лиги. Напомню, новичок Перенцева ВХЛ удерживает пятую позицию и вполне способен до конца года ее улучшить. Так что вперед к победе. Есть чем гордиться и представителям экзотического пока для большинства жителей Чувашии направления в боевых единоборствах. Муай Тая. Команда Республиканской Федерации тайского бокса приняла участие в 10-м юбилейном международном турнире Кубок Содружества, который принимал Нижний Новгород. Чтобы понять, насколько этот турнир важен и значительен, приведем данные мандатной комиссии. Награды соревнований оспаривали около 300 спортсменов, защищавшие цвета 26 регионов страны, а также коллеги восьмируких файтеров из Казахстана и Израиля. В течение трех дней по сводам Нижегородского спорткомлекса Мещера звучали сразу пять языков. Русский, казахский, иврит и в качестве объединяющего английский и тайский. Медали Кубка Содружества разыгрывали в разных визовых и возрастных категориях. Своё мастерство показали и подопечные профильной Республиканской Федерации. Команда Чувашии отправилась с соседем в количестве 13 человек. Чёртова дюжина принесла удачу. По итогам соревнований на пьедестал почёта сумели подняться семь спортсменов. Бронзы на счету Владимира Данилова, Романа Никитина, Никита Шашмарина. В шаге от первого места остановились Анатолий Иванов, Денис Красильников, Стас Обрыскин. Не остались чувашские файтеры и без золота турнира. Обладателем титула победителя Кубка Содружества среди мужчин весовой категории до 71 килограмма. Вернулся домой инженер-программист Денис Павлов. Помимо наград, воспитанник тренерского тандема Александр Осипов Игорь Ильин получил право на присвоение звания мастера спорта России по тайскому боксу. Сегодня новоиспечённый мастер спорта страны и его наставник Александр Осипов в гости нашей программы. Здравствуйте, ребята. Александр Ильич, это был первый визит на столь значимое соревнование сборной команды Чувашии или, как говорится, уже были прецеденты, были уже поездки в Нижний Новгород? Да, они были уже пятый раз. Мы выезжаем на эти престижные соревнования. Были у нас, конечно, победители по юниорской, в юниорах, в старших юношах. Но такого успеха мы впервые добились именно по мужчинам. Денис, совсем недавно ты стал обладателем Кубка Чувашии. И вот очередной успех. Насколько был уверен в своей победе? Или же сомнения гложили тебя? Ну, поскольку удалось выиграть на Кубке Чувашии, это мне придало психологический настрой. Я знал, что смогу победить и ехал только с мыслью о том, чтобы выиграть весь турнир Кубка Содружества. Денис в первом поединке сумел досрочно победить. И в его глазах после этого боя я увидел действительно победителя, чемпиона. Я знаю, что вот эта победа повлияла и на дальнейшую твою профессию. Из инженера-айтишника ты превращаешься в тренера по тайскому боксу. Это так? Да, это на самом деле так. Сейчас зал находится в Новочебоксарске, в спортивной школе Олимпийского резерва номер 3. С 4-го числа мы начинаем тренировочный процесс. И будем готовиться уже к будущим соревнованиям, которые пройдут в конце января. Пейзвийский чемпионат города Чебоксары. Кто хочет начать 2017 год с занятиями тайским боксом, в спортивный зал федерации находится СОЖ номер 7, город Чебоксары. Я же поздравляю вас с наступающим Новым годом. Надеюсь, что в 2017-м ваших побед будет больше. Удачи. Спасибо. В конференц-зале Ледового дворца Чебоксары-арена состоялось заключительное в этом году участвование спортсменов, победителей и призеров международных соревнований. Поздравления и соответствующие бонусы от правительства республики ныне получили представители тяжелой атлетики и самбо. Слова благодарности и признательности за высокие достижения в спорте прозвучали в адрес триумфаторов Пересовой Европы по тяжелой атлетике Ирины Баймулкиной и Яны Мохиной. Чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди молодежи и юниоров принимал израильский город Эйлад. Уроженка Ядренского района Ирины Баймулкина завоевала титул абсолютной победительницы континентального Переса среди молодежи. Это спортсмены до 23 лет, весовой категории до 53 килограммов. Ее подруга по тренировочной группе заслуженного тренера Чуваши Геннадия Иванова Яна Мохина в сумме двоеборья завоевала серебряную медаль Перенства континента среди юниоров до 21 года, весовой категории до 48 килограммов. Воспитники республиканской школы самбо Василий Федоров и Илья Капустин в составе юношеской сборной России выступали на Пересе мира по самбо в кипрском Лимассоле. В отличие от девушек, подопечных заслуженного тренера России Сергея Рыбакова и молодого наставника Романа Матвеева, свой дебют на международной арене отметили бронзовым дублем. И как посетовали уже в беседе с министром спорта Республики Спарсин им, конечно же, хотелось большего, однако опыт дорогого стоит. Борьба показала, нужно быть понаглее, а опыт все это есть. В следующем году мой возраст будет бороться на Европе и мире и в следующем году я постараюсь показать, на что я готов и занять золото. Есть над чем работать и наставнику Василия Федорова. Вывод где-то упустили немножко психологию. Вот за выход в финал именно Васька был готов технически, тактически, но вот психология сыграла важную очень роль. Наверное, в будущем году надо делать больше упор на психологию. И вот такое пожелание к нашей школе и вообще, может быть, к единоборствам. Наверное, вот психолог для каждого спортсмена перед стартом, во время подготовки, он очень нужен. Вот пожелание, наверное, чтобы психолог конкретно работал под каждый старт и с каждым спортсменом, чтобы психология была на уровне. Встреча проходила накануне Нового года, так что не осталось в стороне и тема подарков, которые приготовили спортсмены своим близким родственникам. Ну, в Израиле самый вкусный финик, в нем же говорят. Набрали меда, тоже косметики с Мертвого моря, маме, там, идем вот так. Крошку, магнетик, крем. Пользуясь непринужденной обстановкой, мы попросили подвести итоги уходящего года министра спорта Чувашии Сергея Шелтукова. Несмотря на все трудности в российском спорте, 2016 год он стал успешным для чувашских спортсменов. Более 100 спортсменов у нас выступили на международных соревнованиях. Это около 80 медалей, различных медалей от золота до бронзы. Поэтому на сегодняшний день можно смело сказать, что результаты есть, год успешный в спортивном плане. И, думаю, есть резервы на 2017 год. С Новым Годом! И в завершении выпуска, как говорится, на сладкое. Сборная команда Чувашии по рутболу на чемпионате России, который завершился в Екатеринбурге, завоевала серебряные медали. Поздравляем наших ребят с заслуженной победой. Ну и надеемся, что сезон 2017 года они начнут с боевым настроем. И все-таки сумеют вернуть себе титул чемпиона в страны, который они завоевали уже в далеком 2011 году. Впереди вас ждет традиционный анонс спортивных мероприятий, предстоящих выходных дней. Ну а я с вами прощаюсь до следующей недели. Всего доброго и занимайтесь спортом! 22-23 декабря. Столица республики. Дворец Чебоксары-арена. Первенство высшей хоккейной лиги. Команда Чебоксары принимает коллег из Нижнего Тагила. Начало матча в 18 часов 30 минут. В Новочебоксарском спорткомплексе в эти дни проходит чемпионат Чувашии по боксу. Начало финальных поединков в 12 часов 25 декабря. В субботу и воскресенье в легкоатлетическом манеже города Химиков пройдет чемпионат эпидемиумов Чувашии по легкой атлетике. 23-24 декабря. Чебоксары. Школа Олимпийского зерва по настольному теннису и стрельбе из Улука. Личный чемпионат Чувашии по настольному теннису. 24-25 декабря. В столице республики пройдет кубок Чувашии по тяжелоатлетике среди мужчин и женщин. 25 декабря. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Спартак». Город Чебоксары. Кубок Чувашии по спортивной аэробике. Открытый республиканский турнир «Елка в кроссовках». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова